Всем привет! Четвертый день турнира The International и сейчас после поражения Na'Vi в финале Winner of the Alliance мы поговорим с менеджером и генеральным директором команды Сашей. Саша, привет! Как тебе этот матч? Что можешь сказать по поводу этой игры? Первый, второй? Привет! Матч мне не очень, честно говоря. Я считаю, что, конечно, то, что мы играем, сейчас мы этим никогда не играли. Зачем мы это делаем? Я не понимаю. Вис против команды Lions просто бесполезный. Они обводят любые фейты, они не ввязываются в них. Вис плюс Лис Хиро. Нужно, конечно, против них по-другому играть. Ну, посмотрим. Я уверен, что все еще реально, что мы можем сделать камбэк, вернуться в суперфинал. Все возможно. Как настроение команды после этих матчей? Я считаю, что они даже когда выигрывают и проигрывают, у них все одинаково. Хорошо, что они анализируют, когда выиграют и когда проигрывают. Наверное, сейчас они просто должны поменять немножко свой стиль, то есть понять, как им лучше играть. Они должны вернуться к старому теме, которому мы выиграли Ленвер Кап. Два кэри, Гирокоптер, Шадоу Фен. То есть то, что реально может тащить на лейте сильно, потому что на лейте мы все время проигрываем. Сейчас, как ты знаешь, много фанатов по всему миру смотрят матч в ночное время, там, в Попстомпах, Варенье, в Киеве, в других городах. Что ты можешь сказать этим ребятам, которые вот уже на утро будут смотреть интервью, будут готовиться к финальным играм, самым главным зарубам, то есть что ты можешь пожелать, как ты можешь им вот вселить веру в победу завтрашний? Котл, дай мне ману! Фанцы, мы нужны чакра-магик! Дай мне чакра-магик, чтобы тебя убить! Нет, ну на самом деле, конечно, хочу... Это вообще обалденно! Я считаю, я бы с удовольствием, если бы я не был здесь, я был бы среди вас где-то в каком-то городе, где бы я находился, и мне было бы очень интересно поучаствовать. Я знаю, что в Москве вы там собрали целый кинотеатр вместе с Virtus.pro, и там очень серьезно у нас как бы все прикольно. Хочу сказать, что большое спасибо, что вы как бы смотрите, потому что я считаю, что переживать такие моменты вместе, это намного интереснее, веселее, это такой как бы жизненный опыт, который запомнится навсегда. Хорошо, теперь пару вопросов по поводу интернешнала, организации. Можешь как-то сравнить второй и третий интернешнл, вот здесь Бенроя, что лучше, что хуже? Как твои впечатления как деятеля-функционера киберспорта? Ну, то есть я считаю, что конечно продакшн тут намного лучше, чем на втором интернешнл, тут все как бы намного серьезнее, более четко и, скажем так, придраться не к чему практически. По поводу там всяких, Valve, конечно, сделали там апгрейд небольшой, они там все-таки, player transportation стала лучше, логистика, как бы с расселением опять тоже проблемы все на разных этажах, проблемы с бусами, они опять не звукопроницаемые, да, игроки играют без наушников, то есть типа когда китайская команда играет, например, она не понимает английский, а играет против европейского, они понимают английский, то есть они слышат комментатора и реакцию зала, а китайцы не понимают вообще, что происходит. Я считаю, что это минус. В принципе, как бы в основном все мне очень нравится, опять не хватает только футболок и всего мерчендайзов в сторе, как бы опять нельзя скупиться нормально людям, это тоже минус. А так все очень даже хорошо, я думаю, что в следующем году однозначно нужно менять локацию, потому что здесь уже не хватает просто места. Хорошо, вот ты сказал про мерч, там слышал, что Valve вынуждены были ввести ограничения, то что больше 5000 нельзя покупать, что Story, это ты был виноват? Да, мы пытались купить секрет-стор, закрыть его, но не получилось. Хорошо, еще такой вопрос, там есть слухи, что некоторые команды писали пожелания к Valve что-то улучшить, может быть ты что-то об этом слышал, может ты можешь сказать, что было принято во внимание, что не было? Ну, то есть в принципе, некоторые вещи были приняты, некоторые вещи не были приняты, я думаю, что сейчас говорить об этом просто нет смысла, так как уже есть пастфактум какие-то решения определенные. Посмотрим, какая будет реакция после, как бы нужно понимать, что мне кажется Valve это как бы компания, которая слышит комьюнити, она его слушает и слышит, и я думаю, что однозначно мы найдем с ними общий язык и как бы будем помогать делать этот турнир еще лучше и лучше. Я знаю то, что ты общался уже с многими представителями Valve, можешь немножко рассказать, о чем была речь и о чем мы договорились, может быть что-то есть, поделиться какими-то новостями? Ну, я могу сказать, что скоро Valve сами поделятся новостями, в первую очередь от CSGO, да, то есть я считаю, будут интересные вещи, которые как бы оживят эту игру однозначно, в ближайшее время, я думаю, нужно ждать анонсов. По поводу доты мы тоже пообщались, как бы касательно всего, чего есть, турниров, воркшопа, команды и так далее, то есть есть какой-то тоже положительный фидбэк, но опять же, так как все под грифом секретно, проливать свет как бы, но всю эту информацию я не могу. Хорошо, тогда я спрошу тебя по поводу того, что не секретно, это Na'Vi воркшоп, какие в принципе планы, что там происходит и какие будут в будущем новые, может быть, сеты? Ну, в принципе, сейчас мы планируем выпустить еще парочку сетов, которые как бы реально, я думаю, что всех удивят, то есть мы как бы улучшаем качество, постоянно работаем над тем, чтобы и сам арт, как бы, скажем так, и сами модели становились все ближе приближенными к самой игре, то есть у нас в планах выпустить сейчас сет Клон Друиду, Шадоу Демона и Свену, это на ближайшие, скажем так, месяц-полтора. Хорошо, можешь еще немножко рассказать о том, как вообще организация поддерживает состав по Доте и какие планы, перспективы по поводу, в принципе, этих всех вещей? Ну, я считаю, что Дота очень хорошо развивается, то есть, как бы, однозначно, скажем так, наши результаты на этом турнире, они еще не финальные, я уверен, что мы можем еще как бы выиграть этот турнир однозначно. И это, конечно, как бы community hype нереальный, то есть мы сейчас делаем репортаж, да, как бы, который у нас полностью, в принципе, проходит под, скажем так, благодаря компании Kingston HyperX, да, которые, как бы, являются нашими, одними из наших партнеров. И я считаю, что Дота, в принципе, таковая, то есть это наша, как бы, основная дисциплина сейчас. После того, как у нас ушел КС-состав, мы, как бы, Дота — это основной фокус, как бы, вместе с World of Tanks сейчас, по крайней мере. По поводу развития могу сказать только одно, что мы, конечно же, хотим однозначно улучшать качество наших трансляций, то есть, лайвстримы по Доте от игроков, от комментаторов, от Версуты, да, которые являются еще частью Na'Vi. Хотим больше нырнуть еще в видеопродакшн, то есть, как бы, вы можете ожидать скоро, как бы, новые, скажем так, типы видео на YouTube, которых еще никто не выпускает, но мы всем будет очень интересно. И, конечно же, мы хотим уже больше работать с комьюнити, поэтому ожидайте еще больше розыгрышей, призов у всего остального с Дотой. Особенно я купил здесь кучу вам вещей, все везу, все, ждите меня. Хорошо, спасибо тебе большое за интервью, надеюсь, увидимся уже завтра на Grand Final International. Всем спасибо, ребята, болейте за нас, всем пока. Котл, гибми мана!